Бокер Туф, Рош Ходеш Туф. Доброе утро! У нас сегодня новый месяц. Месяц называется Адар-1. Мы продолжаем наши уроки. В понедельник глава Торы. Сегодня у нас третий урок по главе Трума. Вчера мы говорили о Рон-Кодеше, Ковчеге. Сегодня мы будем говорить о столе предложения. Если мы заходим в шатер, то справа мы видим стол предложения. Что это представляет стол? Размеры его 2 локтя, ширина 1 локоть и высота 1,5 локтя. Если грубо посчитать по 50 см, то размер стола 1 м на 50 см. Высота 75 см. Стол нужно сделать было из дерева акации. Или кедра шатим, как мы уже говорили. В общем, дерево шатим написано в Торе. Была рама шириной в один тифах. На раме был сделан золотой венец и были прикреплены 4 кольца, на которых носят стол. Все это из золота. На столе стояли, как наши мудрецы понимают, 2 этажерки. И на каждой этажерке лежало по 6 хлебов предложения. Хлеб особой формы. И каждую пятницу коины ставили перед шаббатом новый хлеб. Когда заканчивался следующий шаббат, получается, эта неделя заканчивалась. И на следующий шаббат новое ставили хлебы. Что интересно, что огромный хлеб был особой формы. Какой-то прямоугольный, там, в общем, непростой формы. И наши мудрецы говорят, что он был... Это были опресновки, это было маца. Как удалось так сжать, я не знаю, это был секрет. Одна семья, Гармо, по-моему, фамилия, ее была левицкая семья, они готовили этот хлеб. Можем себе представить, сколько нужно было сил, чтобы носить такой стол. Как ковчег, мы уже представили, что это невозможно, так и стол. Потому что взять деревянный стол, сделать хороший, он уже какой-то вес имеет. Оббить его весь золотом, взять и крепкие кольца шесты, деревянные, оббитые, тоже золотом. И поставить золотые предметы, две эти этажерки, все золото. Тяжелый, еще металл. И поставить на него надо было еще хлебы. Хлеб, два омера. Муки брали на один хлеб. Можете себе представить. Допустим, если у меня в молитвеннике стоит 3,9 литра, это один омер. Есть в других молитвенниках и меньшие размеры. Или 2,730 г муки было. Вот если мы берем 2 омера, то около 5,5 кг надо было взять муки и испечь хлеб один. Можете себе представить, какой-то громадный хлеб будет. Какое-то непростое изделие. Мало того, что надо было сделать мацу. И что-то поместилось на этом столе. В общем, невероятное что-то было. И вес был огромный этого всего. Что интересно из этого, что когда-то мудрецы посчитали, что платят большую зарплату этой семье Гармоя. И решили нанять пекарей. Наняли пекарей из Египта. И они испекли точно такой хлеб. Но чудо было в том, что этот хлеб становился холодным. А хлеб, который пекла семья Гармо, был теплый от шабата до шабата. Вот в этом было чудо. Поэтому пришлось вернуть семью. Она была была осознана именно на эти действия. И эта семья не просто жила. Они не имели права в жизни есть белый хлеб, чтобы никто не подумал, что они могут себе позволить что-то взять из храмовых приношений. В общем, это было все непросто. Коины приходили на смену. Ставили новые хлебы. на стол предложения. А хлебы, которые оставались в прошлой неделе, делили между нас сменами. Коины между собой их делили. И так эти хлебы уходили домой Коином, которые пришли. Коина может есть этот хлеб, его семья. И даже пишется, если раб, купленный за деньги, то он может есть из святых приношений. Вот так вот. Другой человек не может есть. Если кто-то съел святыню по ошибке, то он должен приносить жертву. В общем, это другое дело. И возместить это, это в других главах в которых будет все написано. На сегодняшний день наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Яков бен Нахум, Владимир бен Григорий, Лев бен Шмуэль, Хая Малка бад Йосиф, Мира бад Аврагам. За памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бад Клара, Анна бад Тривка, Полина Перв бад Соня Сура, Женя бад Ида, Анна бад Елена, Двойра бад Мира, Ирина бад Двойра, Евгений бен Софья, Моисей бен Ева, Инесса бад Маэль, Евгений Берла, Берта, Евгения бад Ита. За хороший Шедух Аронарьебен Двойра, Денис бен Нахум, чтобы у них все было хорошо. Подписывайтесь на мой канал, Ставьте лайки, чтобы Тору слышали как можно больше людей. Это наша задача, это не бизнес. Мы должны стараться распространить Тору всеми возможными для нас способами. Всем все самое на лучшем. До следующих встреч. Рошхо дештоф.